Мурманск Водоканал вел в строй главную насосную станцию. Сейчас на нее поступают сточные воды со всего Октябрьского района. Строить объект начали еще в 90-х, завершили в этом году. Стоимость вещественного сооружения около 300 миллионов рублей. Средства выделены из областного бюджета. На новой насосной станции, которую построили на Зеленом мысе, установлено импортное автоматическое оборудование. Человеческого вмешательства оно почти не требует. Через станцию проходят тонны воды в сутки. В зале совсем нет типичного для стоков запаха. И это несмотря на то, что очистка, которую сейчас осуществляет Водоканал, полностью механическая, без замкнутого цикла. Мы говорим о том, что сегодня, конечно, не обеспечивается очистка до нормативных показателей. Но это следующий этап. Необходимо строить станцию биологической очистки сточных вод. Но на сегодняшний день, я говорю, что 70% стоков города Мурманска подвергается механической очистке. Оставшиеся 30% это стоки Первомайского округа. Станция полной очистки для района проектируется и должна быть построена на побережье рядом с Кольским мостом. В планах также построить биологические очистные для северной части Мурманска. Для северной и центральной части города Мурманска надо строить новые сооружения. Нужно проектировать. Сегодня денег, к сожалению, на это нет. То есть, я говорю, что сегодня ведется поиск источников финансирования. Строить начали еще в 90-х, завершили в этом году. Насосная станция оборудована тремя немецкими агрегатами, которые пропускают сточные воды всего Октябрьского района. Все, что случайно или умышленно попадает в канализацию дома или в ливневку на улице, оседает здесь на очистительных решетках. Чаще всего это бытовые отходы, ветки деревьев или гигиенические изделия. Кубовый контейнер мусора в день – это норма. Впрочем, среди утекших экземпляров есть и оригинальные. В решетках и насосной станции рабочие находили даже фуфайки, которые каким-то образом попали в канализацию. Кстати, дальше вода отсюда идет на более тщательную очистку. С новой насосной, где установлены фильтры и решетки для крупных отходов, вода попадает на станцию механической очистки. Она введена в эксплуатацию в 2006 году. Здесь ее пропускают через песколовки, отстойник и фильтры пресса, ну а уже потом выпускают в залив.